Вот, наконец-то, хоть чуть-чуть мне вас дали, хоть чуть-чуть нашим нервным затратам. Я просто хотел вспомнить одну историю, сейчас зашел туда, там Виктор Семенович еще кое-что достраивает, колок крутит. Я хотел вспомнить такую историю, она была, прорисовалась на юбилейном концерте в ДК МАИ 30 октября. В этом вечере принимали участие три неудачника конкурса московского, та еще КСП не было, московской авторской песни. И тремя неудачниками оказались, я считаю, что двое неудачников оказалось, трое, опять же, Бог троицу любит. Значит, я в составе квинтета был забракован, но нас допустили почему-то показательное выступление, все-таки песня показалась интересной. Также был недопущен, не прошел конкурс в финале концерта Виктора Семеновича со своими прекрасными ранними песнями. Ну, не подошелся так ко двору, все это считалось не студенческой, и, как так говорили, не самодеятельной песней. Ну и прошла. И третий оказался, я считал, что Сережа Никитин прошел. Он знаменит песню такой, с которой он начинал здесь выступление, Трубач, маленький Трубач, Сережа Крылова. Ну, выяснилось, он потом поправил, и сказал, нет, говорит, Олег, ты запамятовал, я тоже не прошел, но в показательной части тоже был. Вот такая странная история, так что я думаю, что Виктор Семенович сейчас помог, а он вам воздаст должное по вашему терпению. Пожалуйста. Как вас плохо видно? Добрый вечер. Нет, мы очень любим, чтобы мы всех видели, общались с народом. Я, знаете, я позволю себе, что? Чуть-чуть сзади, свет, дайте. Я хочу позволить себе, если вам не будет тяжело, мы немножечко вас подсветим. Я хочу позволить тебе сказать пару слов в адрес Олега Чубаченко и его жены Любы, которые, как сегодня выясняется, 16 лет приглашали нас сюда, а мы все не ехали, не ехали. Нормально. Спасибо, Олег. Ты послушай, мы к тебе обращаемся. Мы тебя благодарим за то, что ты нас сегодня вытащил сюда. Нам очень нравится этот фестиваль. Сегодня такой день был просто сумасшедший. Шашлыки, рок, Лида Чебоксарова, потом Петрович. В общем, замечательно. Все вместе было прекрасно. Я уже сказал, 16 лет. И мы так решили начать с такой новенькой оригинальной песенки на стихе Акуджавы. Все помнят, что сегодня субботний день. Не просто праздничный, но замечательный. Божественные своды хлебнули мы глоток. От дома и работы укрылись на замок. Ни суетная дама, ни улиц, ни тишня. Нас не коснулся зябом до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз. На этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут невзгоды, но главное в другом. Божественные субботы нам терпкий вкус знаком. Тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Уже готовит старость свой непременный суд. А много ли нам досталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод Мы что-то не встречали в божественных суббот Беруй, мой друг, сердечный, сдаваться не спеши Пока течет он грешный, неспешный пир души Дыши, мой друг, свободой, кто знает сколько раз Еще такой субботой, еще такой субботой Божественной субботой наш век одарит нас Мы что-то с тобой не солидно начали Надо было микрофоны настраивать Еще вчера 15 минут настраивал, а ты пришел С гитарой слышно? Я ничего не слышу тут Слышно, да? Не слышно? Лиде Чебоксаровой не слышно моей гитары, добавьте, пожалуйста Старик, старик, не, не вырекайся, все нормально Это не должно быть особенно слышно Вы знаете, мы сейчас с Димой подготовили такую программу Такое, знаете, посвящение поэтам, которые, в общем, совсем недавно ушли из нашей жизни Из жизни, из нашей жизни Остались в поэзии И мы вам очень благодарны И мы сделали такую программу посвящению Булату Акуджаву Акуджаву, Самоилу, Левитанскому, Бродскому Тарковскому Такой у нас был один концерт Уже мы там вместе с Чицом Рафаэлем Он здесь, Рафиком Какой он тебе Рафик? Рафаэль Рафаэлем Клейнером Он читал стихи, мы пели И мы хотим сейчас, в такой миниатюре, по одной, как бы, песне Сделать такое освещение Но мы начнем с песни на стихе Акуджавы Потому что у нас больше уже не будет возможности с вами встретиться до 9 мая А 9 мая, день рождения Булата Шаловича В обязательном порядке День рождения Булата Шаловича Мы всегда пытались Ну, не пытались, в смысле, всегда поздравляли его в этот день И нам хотелось бы, чтобы сегодня прозвучала песня, которая Это на его стихе песня Но в какой-то мере это посвящение самому мастеру Ну, приходите 13-го в Политехнический музей Мы там будем отмечать день рождения Акуджавы И петь песни на стихе этих поэр Круглые у радости глаза И великие у страха И пять морщинок начали От празднеств и обиды Но вышел тихий дирижер Но заиграли баха И все затихло Улеглось и обрело свой вид Все стало на свои места Едва сыграли баха Когда бы не было надежда Черт, белый свет Почему вино, кино, пшено Две танцы, гарстраха И вам ботинки Первый сорт, которым сносунет Не все ли равно Какой земли касаются подошвы Не все ли равно Какой улов Извод несет рыбак Не все ли равно Вернешься цел Или в бою падешь ты И руку кто подаст В беде товарищ Или враг Но чтобы было Все не так Чтоб все иначе было Наверно, именно затем Наверно, потому Играем в бурничный аркет Привычно, где полсилы И мы так просто И легко все тянемся к нему Ах, музыкант, мой музыкант Играешь, да не знаешь Что нет несчастных и больных И винтоватых нет Когда прокуренных рука Так просто ты сжимаешь Ах, музыкант мой, музыкант Черешневый кларне Ах, музыкант мой Музыкант Черешневый кларне Знаете, как-то вот так вот Получилось спасибо большое Так как-то вот у нас Произошло в поэзии Что все самые крупные поэты наши Все были участниками той войны И Ну, мы с большинством из них Мы были знакомы, дружили Мы знаем, как они Относились к той войне Ненавидели ее Никогда ее не называли великой Потому что они говорили, что Потому что они говорили, что Никакая война Что война, это вообще битва детей Воюют 18-летние, 19-летние Война не может быть великой Ну, и стихи, они мало писали Все Мало писали песни Стихов о войне Ну, известны нам-то Несколько песен там окружало Мы хотим отспеть песню на стихи Левитанскую, которая вообще Очень мало писала о войне Но то, что писал, как говорится Настолько Точно, настолько искренне Что вообще трудно найти Аналога нашей поэзии Ну, что с того, что я там был Я был давно, я все забыл Не помню дней, не помню дат Не тех форсированных рет Я неопознанный солдат Я рядовой, я и веряк Я меткой пули, недолет Я лед кровавый в январе Я прочно впаян в этот лед Я в нем, как мушка в янтаре Ну, что с того, что я там был Я все избыл, я все забыл Не помню дат, не помню дни Название вспомнить не могу Я топот загнанных коней Я хриплый окрик на бегу Я миг непрожитого дня Я бой на дальнем рубеже Я пламя вечного огня И пламя гильзы в линдаже Ну, что с того, что я там был В том грозном быть или не быть Я это все почти забыл Я это все хочу забыть Я не участвую в войне Война участвует во мне И пламя вечного огня Дрожит на скулах у меня Уже меня не исключить Из этих дней, из той войны Уже меня не излечить От тех снегов, от той зимы И с той землей, с той зимой Уже меня не разлучить До тех снегов, где вам уже Моих следов не различить Ну, что с того, что я там был Спасибо Мы не были знакомы с Арсением Тарковским Вот однажды вдруг Мы жили в Переделкиной И он через нашего общего друга Прислал стихи Вот и лето прошло Вот, собственно, все знакомство Но Лидия Борисовна Лебединская Которая, как бы, делает вступление К этому вот концерту, о котором я вам рассказываю Она много о нем рассказывала Она вообще обо всех рассказывала Причем не всякие там Литературоведческие всякие А просто свое впечатление об этих людях Она говорила о Тарковском Что она с ним познакомилась в 1939 году И такого красивого мужчины Она больше уже в жизни своей не встречала Он прожил, на самом деле, очень непростую жизнь Как мы понимаем Потому что на доле этого поколения все выпало И 1937 год, и война Он был на войне Как все они Потерял ногу там Потом был 1948 год Вот, когда мы все это не очень чувствовали Но писателей казнили буквально в 1948 году Журнал «Звезда» Ленинград В общем, короче говоря, жизнь была непростая у этого поколения И, как нам кажется, он отразил это в своих стихах Мы сейчас их споем Я надену кольцо из железа Подтяну поясок и пойду на восток Ведь даешь не в меня Из-за бреза Шахни в сердце, браток Положи под кустой Схорони меня, друг, под осиной И лица мне прикрой Придорожной парчой Чтобы пахло мне душной овчиной Восковою свечой Или волчьей мочой Сам себя потерял я в России Живи как посуду Мимо дома Приду Муравьиное царство Кащея Принесу, как приду Костяную Дуду То ли в песне достоинство наше То ли в братстве с землей То ли в смерти самой Кривды матушки Голос манящий Зазвучит за спиной И пройдет стороной Я надену кольцо из железа Подтяну поясок И пойду на восток Ты даешь не к меня Из-за обреза Жах мне в сердце, браток Положи под кустой Мы, конечно, не были знакомы С Бродским Иосифом Давно уехал из страны Никогда сюда больше не приезжал Но когда он умер Я раскрыл Его стихи, читал их И мне показались они очень близкими Мне показалось, что вот Эти слова, которые он писал Он великий поэт Мне очень близки по смыслу По смыслу Потому что вот Секретарение, которое мы сейчас хотим спеть Знаете, вот такая мысль Каждому из нас иногда приходит в голову Потому что вот если со мной что-то случится Мы ведь никогда не думаем о себе Мы думаем о своих близких Пролитую слезу Из будущего привезут Вставлю ее в колечко Будешь гулять одна Надевая она безымянной Конечно А у других мужья Перстеньки из рыжья Серги из перламутра А у меня слеза Жидкая береза Просыхает Под утро Носи перстенек Пока Виден из далека Потом другой подберется А надоест носить Будет что ранить Будет что ранить Ночью На дно колодца Та-да-да-ра Та-да-ра 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 Пролитую слезу Из будущего привезу Вставлю ее В колечко Будешь гулять одна Надевая она Безымянной Конечно Вечна Спасибо большое Две песни на стихе Давида Самоева Мы с ним были дружны Он нас приглашал на свои поэтические вечера Он приглашал многих Он приглашал честцов замечательных Значит вот Сережа Никитина Нас В общем короче говоря Это всегда были такие поэтические праздники Когда он приезжал из Пиарна Он последние годы жил в Пиарна И Я очень гордился Что ему нравятся несколько песен Написанных Мною на его стихи И в частности такая песня Которая называется Март-Апрель Я всегда рассказываю Что эту песню я написал Как бы не случайно А просто у меня попалась книга Которая называлась Стихи о любви Ну там значит Это я к Валерии обращаюсь Я помню чудное мгновение Ну все О любви Щипачев Любовь не вздох На скамейке Смотрите Девочки Держитесь Держитесь В общем короче говоря И там были эти стихотворения Март-Апрель И я вдруг вспомнил Как Вот Март-Апрель Когда я учился в школе Обучение было раздельное Мальчиков учились отдельно Девочки учились отдельно Считалось, что так будет выше Такое в Висборо было очень точное слово Полиморсоза будет выше Это означает политико-моральное состояние Значит В общем Но наступал Март-Апрель Наступали такие крутые времена Потому что начинали Никто не знал Кто в кого влюблен Все влюблялись Там девочек параллельного класса Из той школы А не в наших мальчиков Но кто в кого влюблен Ничего не известно Начинались разборки Там Очень такие Серьезные моменты Март-Апрель В этом произведении Виктор Семенович доверил мне Исполнять роль 14-летнего влюбленного Автора музыки Ты скоро так дойдешь До 8 лет Ваши, говорю, 15 лет Вы рано начали Была туманная луна И были нежные березы О, Март-Апрель Какие слезы Во сне Какие имена Туман весны Туман страстей Рассудка тайные угрозы По Март-Апрель Какие слезы С просонья Будто у детей Как корочку Хрустящий след Жуют Просветные Морозы О, Март-Апрель Какие слезы Причины Причины И названия Нет Вдали За кромкой Голубы Гудят в тумане Тепловозы О, Март-Апрель Какие слезы Какие слезы О чем Успокойся Успокойся Шуберт Франц Шуберт Франц Не сочиняет Шуберт Франц Не сочиняет Засляет Запоется Запоется Запоет Он себя не Подчиняет Ж arb Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Берковский, Никитин, Бисборг Берковский, Никитин, Бисборг Берковский, Никитин, Бисборг Которому ранняя звезда, То на стекла брызнет дождь. За спиною остаются два твоих следа, Значит, небесследно ты живешь. Не верь разлукам, старина, Их круглый сон ей голову. Мой труд, и следующий куплет мне щеки поют. Дороги... Нет, дороги окончания есть, Зато я иду, дороги трудны, но хуже бездорог. Два конца идет дорога, но себе не логи, Нам в обратный путь нельзя. Слава Богу, мой дружище есть у нас враги, Значит, есть, наверное, и друзья. Не верь разлукам, старина, Их круглый сон ей голову. Придут другие времена, Мой друг, ты верь в дорогу. Нет, дороги окончания есть, Зато я иду, дороги трудны, но хуже бездорог. Дороги трудны, но хуже бездорог. Значит, нас приветствует, как рок-звезд. Альмаматер, альмаматер, легкая ладья, Белой скатертью дорога в ясные края. Альмаматер, альмаматер, молодая прысь, Обнимись, народ лохматый, нам далеко плыть. Ведь это важный облик дружный, Ветер влажный, ветер южный, Парс под волной. Волны катятся полога, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. Громче. Волны катятся полога, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. Альмаматер, альмаматер, Старый драндулет. Над коромой висит громада Набежавших лет. Ветер грозный, пек железный, И огонь задут. Здравствуй, здравствуй, пёс облезлый, Как тебя зовут. Облими покрепче брата, Он тебя любил когда-то, Давние дела. Пожелай совсем немного, Чтоб нам с тобой дорога, Скатертью пыла. Альмаматер, альмаматер, Прежний дни пиры. Не забудем аромата Выпускной поры. Лёг на плечи, лёг на плечи, Наш нелёгкий век. Обними меня покрепче, Верный человек. Видишь, карточка помята, Лыжных курточка щенята, Смерти не одно. Волны катятся полога, Белый скатертью дорога, Вечер выпускной. Волны катятся полога, Белый скатертью дорога, Вечер выпускной. АПЛОДИСМЕНТЫ Неугамоны. Спасибо, дорогие. Неугамоны. Здесь у меня одна песня, Написанная на стихе Сухарева, Которую я спел в своей жизни 12 тысяч раз. И я уже не могу её органически петь. Но Богданов каждый раз... Я сначала расскажу про тебя одну историю. Есть вообще город биологов. Наверное, все знают, что Сухарев биолог. Такая у них биологическая семья. У них всегда всё воспитывалось. Там животные, детей воспитывали. У них сначала рыбки были, потом крысы. Они их называли бурундочки. Потом ещё... А, птички были. Птички. Без клеточного содержания. То есть приходишь в гости, и ты сам отвечаешь за себя. Потом появилась собачка Тяба. Замечательная собачка. Когда её купили, нас с Никитиным пригласили в гости. Мы пришли с Никитиными. Мы пришли, нам представили собачку. Говорят, её зовут Кабирия. А я этого фильма ещё не видел. Думаю, ну такое сграничное имя. Ну, думаю, всех... Собак зовут Джек там и так далее. Ну, Кабирия. Ну, Кабирия – это Кабирия. Короче говоря, дальше было всё как обычно. Много пили, много ели. И потом я, конечно, забыл это слово. И начал называть собачку Тябой. И щенок ожил, подошёл, пищу берёт замечательно. Короче говоря, вот так вот, значит, появилась эта собачка. Она прожила очень счастливую жизнь. Долгую. Но, конечно, собачий век короток. И когда её не стало, Сухареву приобрели собаку Барбару. Не приобрели, а привели. Они всегда на улице, на помойках находят собаку. Короче говоря, привели... Она красивая собака. А до неё был ещё один такой собак. В общем, страшнее нельзя было придумать. Но её назвали Бьютик. Вот пришла эта Барбара. У Барбары появилось два сына. Один сын, значит, по имени Петлюра, живёт в семье у Сухарева. А второго они подарили Богдановым, да. Его зовут Прохиндей. Меня зовут Дмитрий Степанович. А теперь зовут Дмитрий Степанович. А собак твой зовут Прохиндей, но Богданов себя теперь считает племянником Сухарева. И очень гордится. Ну, вообще, это культовые песни. Её тоже так хором можно было бы и спеть. Если автор не хочет, он может отойти в сторонке поставить. Да, доверю тебе. В сладкий миг, когда старик накрутит шарф по самой носу, И скажет Псу, а ну-ка, пёс, пойдём во дворик. А во дворе идёт снежок и скажет Псу, Привет, дружок, не злобный дворник, дядя Костя алкоголик. У дяди Костя левых нет доходов, Зато изба для пищевых отходов. Зато у дяди Кости в этом паке Всегда найдутся кости для собаки. Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу Их понимать умеет каждая собака. Над этой лапой забирал боксёр по кличке Адмирал, А здесь вот пинчер мелких лыщ и задавага. Мы дружимся с люнявым адмиралом, Он быстро остаётся добрым малым. А пинчера гоняли и гоняем, За то, что он каналия не вменяем. Увы, бывают времена, когда криклива и дурна Во двор выходит злая дворничья Клава. Она не любит старика, она кричит издалека, Что у неё на старика мой есть право. Нам дела нет, да бабы бестолковой, Но к ней гуляет Вася участковый. И Вася вместе с ней не одобряет, Когда собачка травму удобряет. Как хорошо, о боже мой, со стариком Идти домой, погиб в двор, где ты как вор, И правит злоба. Старик поближе к рейку, Одесс поближе к старику, И оба два сидим и радуемся оба. Старик себе завалит чёрный кофе, Чтоб справиться с проблемой мировою. О бёсле без всяких философий Завалится на лапы головою. О бёсле без всяких философий Завалится на лапы головою. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 НЕХОРОШИ Чем это всё кончилось? Теперь наша собака, Полное имя Николая Викторович, сокращённый ник, Дружит с доберманом Пинчером, Ирмой, принадлежащей Али Борисовны Пугачёвой. Во дворе. Вот такая дружба тебе, Ирма. Хорошая собака, Ирма. Спокойная. Хозяйка? Хозяйку. Ребята, про хозяйку давайте без комментариев. Соседка всё-таки. Так, Виктор Семёнович Берковский писал песни не только от женского лица, но и про несчастную любовь. Это Лида Чебоксарова рассказывает такие сказки. Лидия, где она, здесь она? Петь, товарищ, петь. А-а-а! Злодейка. Шутит над стариком, нельзя так ли. Какой любви несчастный? Вот ностальгия. На стихи юный Морис. Снега выпадает, И денно и нощно, Стремяется на землю, Дома огибая, По городу в ролик, И денно и нощно. Я чёрная птица, И ты голубая. Над ригой шумят, Шерестят снегопады, Утоплив дороги, Недвижный трамвай. Сидят на перилах Чугунные ограды, Я чёрная птица, И ты голубая. Сигня. ПЕСНЯ. ПЕСНЯ. Согласно прогнозам Последних известий, Неделю нам жить, По снегам утопая. А в городе Вести скитаются вместе Та черная птица и та голубая Две птицы скитаются в зарослях белых Высокие горла в снегу выгибая Две птицы молчащих, наверное, беглых Я черная птица и ты, голубая Качаются лампочки староживые Качаются дворники, снег выгибая Молчащие беглые, полуживые Я черная птица и ты, голубая Снега выпадают и темно и нощно Стремятся на землю, дома гибая По городу Бродя и темно и нощно Я черная птица и ты, голубая Снега, снегопады, великие снеги По самые горла в снегу топали Бежали и бродят, ах, в кои-то веки Я черная птица и ты, голубая Аплодисменты 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 По рыбам, по звездам проносит шалангу, Три грех в Одессу везут контрабанду, Над правым бортом, что над пропастью вырос, Енаки, Ставраке, Папазатерас, А ветер как гикнет, как мимо проспищен, Как двинет барашком подзвонкое данище, Чтоб ось звенели, чтоб мачта гудела, Доброе дело, хорошее дело, Ай, греческий парус, ай, черное море, Черное море, черное море, Вор на воре. Двенадцатый час, осторожное время, Три пограничника, ветер и темень, Три пограничника, шестероглаз, Шестероглаз, домоторный баркас, Три пограничника, вор на дозоре, Бросьте баркас по Сурманскому море, Чтобы вода под кормой загрела, Доброе дело, хорошее дело, Ай, звездное полночай, черное море, Черное море, черное море, Вор на воре. Вот так бы и мне, в налетающей тьме, Усы раздувать, разваляясь на корме, Да видеть звезду на пушплитом склоненным, Да голос ломать черноморским жаргоном, Да слушать хоть ветер холодный и горький, Мотор дозорного скороговорки, Правильней может, сжимая ногам, За вором следить, уходящим в туман, И вдруг нежиданно встретить во тьме Усатого грека на черной корме. Так бей же по живым, кидайся в края, Бездомная молодость, ярость моя, Чтоб звездами сыпалась кровь человече, Чтоб выстрелом рваться вселенной навстречу, Чтоб волн запевал оголтелый народ, Чтоб злобная песня коверкала рот, Кипеть, задыхаясь на страшном просторе, Черное море, черное море, А звездная полночь, черное море, Черное море, черное море, Хорошее море. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам сейчас расскажем одну детскую историю. Дело в том, что, вы, наверное, многие из вас знают, что, в общем, мы иногда участвуем во всяких детских мероприятиях, детских концертах, А Никитин, он каждый третий вторник месяца проводит там в Доме пионеров концерты детские. И когда он уезжает, значит, он тогда просит нас, чтобы мы выполнили эту функцию. И последний раз в марте месяце он уехал, попросил нас, мы провели такой вечер. Но мы знаем, что они там поют все подряд. То есть вот приходишь, начинаешь петь, лошади в океане, снега выпадают, про любовь, все. Я, как всему научил уже. Короче говоря, когда делал то, что... Вы знаете, что у нас есть такая игра, давно придуманная, спляшем, пеги-спляшем. Правила игры все неизвестны. Чего-чего? Есть. Нет, Лида еще не умеет играть в эту игру, поэтому сейчас ее научим. А, придется научить Лидочку. Подожди, подожди, подожди. Дай мне расскажу, я к чему начал говорить-то. Короче говоря, мы... Там три куплета. Вот, значит, еще когда-то давно, Снегидина, мы там пели эти три куплета. А народу мало, конечно, что такое три куплета, поиграть. Играть, так играть, полчаса. Значит, все начинали присылать всякие записки, в записках, ну, в общем, уже родилась целая такая серия фольклорная, там, у Пэгги, там, жираф, залезать имел под шкаф, ну, и так далее. Все это все знают. Короче говоря, мы говорим детям. Все, ребята, вот пока мы... Мы сейчас вам споем это, а пока вы... Мы поем, вы придумайте куплеты, и кто придумал, тот, значит, приходите к нам на сцену. Такое неосмотрительное было такое заявление. Вот мы спели три куплета, 25 человек, здесь лестница, все рвутся на сцену, поскольку Банков он сочинил, он должен спеть. Администратор растерялся, стоит, значит, так руки держит, значит, народ не пускает. Но они, конечно, проходят, вот мы эти два микрофонные модуля, они все отдали, они все подходят, поют, значит, свои куплеты. Мы, к сожалению, ни черта не записали. Вот что запомнили, сейчас вам споем. Но трагедия происходит, подходит одна девочка, забыла, я говорю, иди посиди. Она посидела, там другие спели, подходит, забыла. Подходит мальчик, и только он открыл рот, а тут уже другой мальчик в этот микрофон поет. Я говорю, он что-то такое нахмурился, я говорю, Андрюша, тебя как зовут? Он говорит, Андрюша. Ну, этот мальчик спел, про жираф, жираф, значит, завязать имел пачка. Этот мальчик стоит, плачет. Я говорю, что ты плачешь, Андрюша? А он украл мой куплет. Ну, куплет сочиняли замечательный. Давайте мы сейчас. Вы знаете, да? Для Лиды Чебоксаровой поем три кондовых куплета. Погижил веселый гусь, но с нас все песни наизусть. Ах, а до чего ж веселый гусь, спляшем пэкись. Лиды, вот это все вместе поют. Ах, а до чего ж веселый гусь, спляшем пэкись. Между прочим, поете вы слабовато. Так вроде все знают правила игры. Спляшем пэкись, спляшем, поем все вместе. Ну, давайте сначала. Погижил веселый гусь, Он знал все песни наизусть. Ах, а до чего ж веселый гусь, спляшем пэкись, спляшем. Вот он в итоге. Ах, а до чего ж веселый гусь, спляшем пэкись, спляшем. У пэкись жил смешной щенок, Он танцевать под дудку мог. Ах, а до чего ж смешной щенок, Спляшем пэкись, спляшем. Ах, а до чего ж смешной щенок, Спляшем пэкись, спляшем. Давайте сделаем маленький эксперимент. Первое спляшем пэкись, спляшем, Споют те, кто причисляет себя к бардропу. А второе споют те, кто причисляет себя к кантри. У пэкись старый жил козел, Он бородой дорожки мел, Ах, а до чего ж смешной козел. Ах, а до чего ж смешной щенок, Ах, а до чего ж смешной щенок, Спляшем пэкись, спляшем. Вот, короче говоря, вот это кончается, вот это, на этом кончается канонический текст. Начинаются куплеты. Ну, вообще, знаете, раньше вообще очень страшные куплеты присылали. Вот, во время еще тех времен, застойных. Там были такие куплеты, что со сцены нельзя было читать. Допустим, у пэкии жил веселый грач, Он по профессии стукач. А у вас современные детские. А дети поют так. У пэки страшный крокодил, Он пейджер на хвосте носил. Ах, а до чего ж он крокодил, Спляшем пэки, спляшем. Ах, а до чего ж он крокодил, Спляшем пэки, спляшем. Да, бытовой такой куплец, Действительно даже зловещий, Но очень напоминает обстановку в нашей гостинице. У пэкии в кухне таракан, Он весит сорок килограмм, А это закуска под стакан, Спляшем пэки, спляшем. А это закуска под стакан, Спляшем пэки, спляшем. Спой тоже девочка старшего возраста. Да, девочка такой, наверное, более старшего возраста, Из тех, которые вот у Лидыча Боксаровой бамплуа. У пэкии не было козла, Вот так всю жизнь и прожила, Как же прожить ей без козла? С пляшем пэки, спляшем. Как же прожить ей без козла? С пляшем пэки, спляшем. Поскольку мы находимся в Доме ученых, Да еще этот куплет навевает тоже на эти мысли. Я вспомнил, ну, довольно давно, В московском Доме ученых Ко мне подошел пожилой человек, Профессор, может быть, академик, Дал записи, сказал, дома прочтете. Дома прочтет, такой куплет. У пэкии жил, был серый волк, Он в красных шапочках знал толк, Ах, до чего жизнь хороша, С пляшем пэки, спляшем. Ах, до чего жизнь хороша, С пляшем пэки, спляшем. Можно просто попеть. Таратарай, 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 таратарай. Спляшем пэки, спляшем. Ах, до чего жизнь хороша С пляшем, пэй, и с пляшем